Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы в гостях. Приехали встреч елки. Хозяйка участка, Ольга. Здравствуй, Оля. Здравствуйте. Расскажи нам, какие проблемы с этими елками возникли у тебя. Вот мы купили участок и увидели, что у нас на участках две елки. И тут слива рядом с ними, и они ей мешают. И мы решили эти елки подстричь. Хотим подстричь их одну пирамидкой, а другую овалом, ну в виде эллипса, чтобы они не мешали нашей сливе. Я так понимаю, Оль, ты даешь на усмотрение эксперту, потому что сегодня мы вновь с садовником руки-ножницы Ладой Кулыгиной, чтобы она определила, что мы будем стричь пирамидкой, а что мы будем быть шариком. Да, я хочу, чтобы специалист посмотрел, так как я не специалист и не знаю, какие лучше. Она все-таки посмотрит и скажет, что где удобнее и как стричь. Хорошо, Оль, тогда, да, чтобы особенно ты не нервничала, когда мы будем стричь, потому что операция не требует, мне кажется, по стране взглядов, ты будешь переживать за растения. Я переживал, вот только что мы чубушник постригли. Хорошо. Поэтому, да, я принес тебе там кабачки, да, можешь пока сделать оладья, а мы приступаем к работе. Хорошо, спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну что, господин эксперт, как вы оцениваете, после того, как ушла хозяйка, мне кажется, что все достаточно плохо, и вот эти вот три тополя на плющихе, елка, слива елка, очень неудачная композиция, как и с точки зрения ландшафта, так и с точки зрения здоровья всех троих. Да нет, они не мешают друг другу, но я просто хочу предупредить, что если мы пострижем эти елки, вообще, когда мы стрижем елки, мы должны понимать, что мы должны это будем делать каждый год обязательно, хотя бы один раз в год, потому что ель это большое дерево, и она будет стремиться вот к этому размеру. Да, слушай, ну, это все понятно, но если мы их укоротим, мне кажется, что в отличие от чубушника, постричь елки можно же красивым инструментом кустарезом, да, и мы, в принципе, с этим сможет справиться наша хрупкая хозяйка. Может, да, ну, просто я напоминаю, что это нельзя запускать. Запускать не будем? Да. Оля, копина кустарез. Да. Все, ну, еще, как мы насчет того, чтобы устроить конкурс на лучшую елку? Смирнов против Кулыгиной. Я немножечко, в отличие от чубушников, с елками на короткой ноге, мы этих кошек душили-душили. Да? Да, может быть, зарубимся, а зрители у нас проголосуют, чья елка будет красивее. Ну, давайте, ты какую форму предпочитаешь? А, да, мы ходят первыми, слушай, вот какую выберешь ты? Я новогоднюю елочку выберу. Прекрасно, а я всегда за шарики. Отлично. Кто-то должен быть за шарики, да, да, я всегда, что осталось? Ну, значит, я стригу шарик, а ты новогоднюю красивую елочку. Отлично, да. Все, поехали. Да, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хочу показать важный момент. Когда мы стрижем взрослые деревья, у нас тут сильно их уменьшаем, у нас появляются вот такие развилки с пеньками, которые мы должны ухоротить. Все делаем просто. До первой развилки убираем. Все вот эти пни, которые торчат. Вот у нас получается красиво. Вот это вот вырезаем ножницами. Вот смотри, Лада, я пока не забыл. Мне задавали такой вопрос. Говори. Смола на инструменте. Она оттирается спиртом. Спиртом. То есть это как бы не портит инструмент. Ну, его чистить надо после того, как поработали. Вот у меня сейчас, я привезла с собой инструмент, который забрала с участкой, но им работали и его не почистили. Но это очищается. Просто любым спиртовым раствором, любым растворителем. Да, да, да. Ну и когда мы работаем, мы протираем обязательно. И еще один вопрос. Вот смотри, я знаю, что на елках, на древесине старше трех лет не образуются новые побеги. Нет, не так. Не так? На ветках, на которых нет иголок, нет листьев, не образуются почки новые. То есть если мы обрежем и оставим вот такой вот, причем колючая может выпустить на голом стволе ель колючая, а она выпускает, если нет ни одной иголки, да, она может выпустить на стволе дополнительные, пойдут у нее ветки проснуться. У обыкновенной ели это бывает, не бывает практически. То есть если нет иголок, то не будет почек. В общем, вот так у нас. Потому что не всегда понятно, где древесина старше трех лет, где младше. Смотрим, есть ли на ней не растет иголок. Значит, она и не заложит почек. Да, не заложит. То есть мы когда обрезаем, вот тут висят они у нас, да, мы их можем просто укоротить вот так вот. И здесь она заложит новые почки, да. Это можно смело делать. И вообще, слушай, вот период стрижки елок, он вообще приходится на какой сезон, на какой месяц. Мы вот сейчас стрижем их в июле. Да, вот они отросли, у них новые молодые побеги. И сейчас она закладывает новые почки. То есть когда вот эти молодые зеленые приросты уже поднялись, тогда уже можно стричь. То есть надо дождаться, пока они станут одного цвета с елкой и наберут тургур нужный. Да, примерно так. Все, поехали дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы закончили нашу работу. Вообще, слушайте, быть садовником тяжкий труд. Я работал электрическим кусторезом. Лада работала исключительно своими руками-ножницами. Вот, и посмотрите на результат. Я готов признать поражение уже вне конкурса. Мне кажется, твоя пирамидка против моего овала вообще просто замечательно. Ну, надо сказать, что мы же задали сейчас форму. То есть елки не стриглись несколько лет. Когда-то их, вероятно, стригли, но несколько лет они были запущены. И поэтому, конечно, мы только то, что скелет этой формы задали, она потом будет обрастать все больше, больше, больше густеть. И в итоге превратится в такую плотную топиарную форму. Совершенно верно. Единственное, что сейчас нужно подправить, это вырезать пеньки, которые я говорила, да? Пройти по всем веткам. И потом немножко еще можно пройти куста резом, подровнять кое-что о грехе. Но у нас, к сожалению, уже время вышло, нам нужно ехать дальше, работать. А у меня все равно села батарейка, трясутся колени, ладно. Мне кажется, я два дня буду отлеживать после чебушника и елок, да. Ну, хотя можете считать, что мы косоруки. В общем, да. Обычно в таких случаях говорят, не пытайтесь повторить это дома. Но нет, пытайтесь. Пытайтесь. Пробуйте. И обязательно расскажите, как у вас получилось. Надеюсь, что нашей хозяйке все понравилось. Она стоит, улыбается, очень довольна. Так что я считаю, что это лучшая, можно сказать, награда за наше мастерство. Ну, мы уедем и про нас все скажут. Ну, мы вернемся, проведаем елочки, Оля, на следующий год. Обязательно не волнуйся, все под контролем. Еще важный момент. Когда вы работаете на лестнице, вас должен кто-то страховать, либо пристегиваться. Безопасность. Это точно, да. Я бы одел еще каску. И иголки, иголки страшная вещь. Я, кстати, когда дома стригу, я эластичным бинтом вот так вот все закручиваю, чтобы не проколоться. Очки. Ну, я нежный, видишь. Очки, очки. Ты такая женщина, вот. А я же все-таки... Ты тоже нежный. Да. Пока нежный, но это ненадолго. Все, на этом заканчиваем. С вами был канал Европлант Лайф. И наш садовод, ландшафтник, руконожницы Лада Кулыгина. Всего доброго. До свидания, друзья. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»